Добрый день, дорогие друзья! Волынка. Какие ассоциации возникают у нас при упоминании об этом музыкальном инструменте? Конечно же, сказочная Шотландия с ее живописными равнинами, старинными замками, мужчина в клетчатой юбке, который держит в руках причудливый мешочек с торчащими из него трубочками. Многие считают Шотландию родиной волынки, однако это не совсем так. Когда и где появился этот музыкальный инструмент, доподлинно неизвестно и по сей день. Известно лишь то, что волынка является традиционным национальным инструментом многих народов Европы и Азии, однако наибольшей популярностью пользуется шотландская волынка. Фридерик Ницше говорил, что еще нужно для счастья? Звуки волынки, без музыки жизнь была бы ошибка. Звуки волынки, без музыки жизни была бы ошибка. 11 февраля в киноконцертном зале «Панорама» состоится концерт оркестра «Волынчиков Москвы», который раскрывает все грани столь необычного для России инструмента – большой шотландской волынки. Вы услышите волыночную маршевую танцевальную классику в ее оригинальном звучании и рок-обработке, диско, русские мелодии и, конечно, авторскую обработку знаменитых во всем мире рок-композиций. Оркестр первым делает это в России. Такого зачастую не умеют даже сами шотландцы. Это не просто музыка, это настоящее шоу. Брутальные мужчины их не стоят на месте и даже не просто маршируют по сцене, как мы привыкли это видеть в кино. Они зажгут так, что всем будет крайне сложно усидеть на одном месте. Если вы хотите настоящего праздника, буря эмоций и восторга, освободите субботний вечер, ведь артисты готовы удивлять и удивлять. В нашем зале состоится большой, драйвовый и уникальный концерт оркестра «Волынчиков Москвы». Самые яркие воспоминания от фестиваля «Спасская башня», куда приезжали сводные составы, достаточно большие. Один из опытов — это десятый год, работа с Crossword Spy Band, «Скрещенные мечи». Здесь произошла такая картина. Значит, они приезжают, уверенные, что русские медведи на волынках играть не могут. И мы сейчас либо вам покажем, научим вас, ребят, как это делать. И мы берем их на смотре партий, и я вот не постесняюсь, и мы их режем. И тогда задается вопрос, ребята, как? И я спрашиваю на нормальном английском языке. What is your professional? Кто вы по профессии? Человек говорит, я там почтальон, кто угодно. Я говорю, а мы профессиональные музыканты. Вот, собственно, и ответ. Кроме того, оркестр постоянно движется вперед, не боясь экспериментировать. Когда Артемий Воробьев, руководитель коллектива, подготовил аранжировку красивейшей мелодии современного композитора Ларса Слона, то как порядочный музыкант пытался получить разрешение на ее использование. Писал автору на почту, в соцсети, но нигде не получал ответа. Письма уходили словно в пустоту по непонятным причинам. Вот тогда-то мы и украли эту мелодию, вспоминает Артемий Воробьев. Исполнив первые на сцене, сняли видео, выложили в соцсети. И первым же восторженным комментарием был комментарий от самого автора. И еще один эксперимент на суд зрителей от оркестра – это песня про Ленина. Отзывы, на мое удивление, более чем восторженные. Исполнив первые на сцене, сняли в соцсети. Итак, 11 февраля киноконцертный зал «Панорама» – концерт оркестра «Волынщиков Москвы», который был создан в 2004 году его художественным руководителем Артемием Воробьевым. За годы существования оркестр принял участие в огромном количестве престижных конкурсов и фестивалей. В Германии, во Франции, в России оркестр является постоянным участником популярнейшего фестиваля «Спасская башня». А в 2018 году на чемпионате мира по футболу на Воробьевых горах в фан-зоне оркестр собрал невероятное количество слушателей. Итак, 11 февраля киноконцертный зал «Панорама» – оркестр «Волынщиков Москвы». Первый в России профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов. Заходите на наш сайт, звоните по телефону, мы всегда рады слышать вас. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!